Закон не нарушает, а наоборот помогает людям встать на путь исправления. Общественные организации порой становятся последним шансом оступившихся людей. Но как помочь другим, когда у самого ничего нет? С волонтерами, их подопечными встретился и поговорил Павел Марчков. Уже три месяца Элеонора с сыном считает эту комнату с подселением своим домом. Где жили до этого, женщина и вспоминать не хочет. И вот опять угроза остаться с ребенком на улице. Социальный центр, в котором живут женщины, под угрозой закрытия. Не было жилья. Я обратилась сначала в один кризисный центр, там не было места. Меня отправили в соцзащиту Ленинского района, а оттуда меня уже отправили сюда. И почти такая же ситуация у примерно 120 человек. Все они оказались в трудной жизненной ситуации. Здесь же многие получили работу и крышу над головой. А в ближайшее время могут ее лишиться. Раньше здание арендовали у собственника, администрации Иркутска. А теперь у двухэтажки другой хозяин. Мы в курсе, что было принято решение продать его на обслуживание. Но надеялись, что это как-то затянется на определенный срок. И в подвешенном состоянии мы уже работаем более года, уже привыкли к этому подвешенному состоянию. Сюда регулярно приходят покупатели, смотрят, там щупают его разных сторон. Смотрят, как правило, отказываются от дальнейшей попытки его купить. Здесь мы были удивлены, что нашелся человек, который его приобрел. Кроме своего рода общежития, здесь есть и социальный детский сад. За символичную сумму родители могут оставить здесь ребенка. Няне и воспитатели исключительно из числа постояльцев. Женщины сами готовят, убирают и играют с детьми. Также в этом учреждении есть единственная в городе ночлежка для лиц без определенного места жительства. Но для пребывания в ней у постояльцев выдвигают определенные правила. Например, здесь действует запрет на алкоголь. И обязательно каждый человек должен работать. К слову, с работой здесь также помогают. В основном пристраивают на какие-либо стройки. Теперь этим людям остается только надеяться, что случится чудо и собственник здания откажется от него. Или найдется какое-нибудь другое место, где эти люди смогут жить хотя бы недолго. Больше всего женщины боятся остаться без крыши над головой посредине зимы. Павел Марчуков, Андрей Назаров. Новости по будням.